Степень креативности и широта Возможности в принятии решения в бизнесе На порядок больше, чем на государственной службе На порядок больше Потому что меньше правил Есть одно правило Рост капитализации, интерес, рост социальной ответственности На государственной службе мы с вами ограничены Законом о государственной службе, регламентами и процедурами В этом смысле Самореализации, на мой взгляд, в бизнесе больше Мы все считаем себя Образованными, профессиональными Яркими личностями И берусь утверждать еще раз Что таким личностям на государственной службе Сегодня легче делать карьеру Степень конкуренции на государственной службе ниже, чем в бизнесе Быть причастным к большим событиям Быть причастным к большим процессам К важным явлениям Происходящим в нашей общественно-социальной жизни Это тоже мотивация, конечно Это и интересно, и престижно Мне часто по роду службы Приходится интервьюировать людей Которые приходят к нам на государственную службу В аппарат правительства, в федеральные органы исполнительной власти И когда я слышу ответ на вопрос Чувства долга Я всегда напрягаюсь Для меня это такая Некоторая лампочка Которая заставляет в человеке покопаться поглубже И все-таки Понять его истинную мотивацию Связи в конечном счете Это возможность усилить самореализацию Сделать более быструю карьеру Сделать более интересным свою работу Быть более полезным Усилить свою стабильность Развить свое образование Усилить властные полномочия И набрать больше взяток Хорошо, я не думаю, что стабильность Может иметь высокий вес для руководителя На государственной службе Но тем не менее Для сотрудника низшего и среднего звена Делающего только начинающего свою карьеру Да, это может быть мотивацией Власть престиж Сродни одному из понятий Которое называется тщеславие Наше общество Сегодняшнее Гражданское общество Далеко от того, чтобы гордо именовать себя правовым обществом И именно поэтому властные полномочия В каждом конкретном из нас Дают нам дополнительную степень защищенности Обогащение предлагаю рассматривать Через плоскость коррупции Коррупция – это взятка за решение или не решение Того или иного вопроса Еще один пример, который помогал мне Размышлять на эту тему Это фраза одного моего американского коллеги Тоже государственного служащего Он сказал Слушай, у вас колоссальная проблема коррупции Но я вас не понимаю Почему вы с ней не боретесь Хорошо, дай совет, как с ней бороться Говорит, да слушай, это элементарно Как вы этого не понимаете Примите закон о запрете коррупции Очевидно, что ни один закон Не минимизирует уровень коррупции В органах государственной власти Я вам приводил пример студентов Академии народного хозяйства Они во многом без улыбки Посчитали, что обогащение на государственной службе Для них будет основной мотивацией Мой тезис личный состоит в том Что коррупция, она скорее находится В плоскости морали и нравственности Чем в какой-либо другой плоскости Вопрос мотивации Все время, на мой взгляд, надо взвешивать Со своим отведенным жизненным периодом Мотивация Это не памятник Это не фундаментальное здание Это постоянно меняющаяся вещь Потому что меняемся мы И меняется наше общество Я призываю каждого из вас Задавать себе подобного рода вопросы Зачем я хожу на работу Ну, хотя бы с периодичностью один раз в год АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СКОЛКОВО АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...